Всем привет, друзья! На связи Пентагон. Это небольшой видеообзор по рынку. Сейчас по битку забились в клине на 13 часа, 3 часа и 6. То есть я вполне допускаю поход на 9.470 в качестве сквизового движения, либо хотя бы 9.600 в качестве сформирования разворотного сетапа, потому что мы сейчас зависли на линии поддержки от 19-18 июля. То есть вполне вероятно, если мы сейчас пробиваем эту линию вниз и спускаемся в сторону поддержки 9.250-9.470, то с большей долей вероятностью нисходящее движение продолжится и к нижней границе вероятного 9.000 и 9.200. То есть я сейчас стою в небольшом шорте по бинансу, то есть я выходил 15-16% по цене 10.375 и зафиксировал свой тейк на отметке 9.650 вот здесь и остаток висит со стопом 10.100. То есть если мы выходим за проторговку, грубо говоря, 10.100, так же как и на BitMEX, так и на Binance, то с большей долей вероятности, конечно, мы пойдем закроем вот этот гэп, который есть на CME на отметке 10.150 и с большей долей вероятностью сквизанем до моей любимой точки 10.369. Этот уровень проторговался множество раз. Он был как и тейком, так и неоднократно точкой входа в позицию. Поэтому сейчас я допускаю сформирование, грубо говоря, дракона либо любого разворотного сетапа к нижней границе 9.600 и отскоком в сторону 9.950, то есть 10.50. То есть этот уровень, если мы его пробиваем, то с большей долей вероятности закрываем гэп и идем к 10.400. То есть сейчас я допускаю, что возможно и не дадут ретест 9.600, поэтому я свой лонг буду держать, выставляю стоп под 9.530 и буду здесь добирать в случае чего позицию. Естественно, отмена сценария – это закрепление под 9.550, под 9.400. Так, эфир. Ну, по эфиру, в принципе, мы скорректировались на 0.5 фиба от, по сути всего, роста. Мы забрали два движения. Одно движение – это от 215.70 до 207, а второе движение – от 221 до 200. То есть я часть инвестиционных средств, которые проторговывал, закрыл по 200. Все, что ниже 200 – это уже возможная попытка отскока, скорректировавшись на 0.5 фиба. Поэтому сейчас я не торгую эфир, сконцентрировался только на битке и в случае чего буду искать точку входа только в качестве хедж-позиции. Так, BNB. По BNB мы сходили на проторговку уровня 230. И вполне вероятно, сейчас мы от двойного дна что-то и отскочит. Но я все-таки допускаю сейчас, что нижний уровень 170-186 не проторгован. Также мы сходили на коррекцию 0.5 фиба от падения, на коррекцию идеального падения. И сейчас, по сути, полностью поглотили на дневном графике весь этот отскок. И если мы сейчас не закрепимся выше зоны 196-194, то с большей долей вероятности, конечно, BNB пойдет вниз. Так, маржинальная альта. Маржинальная альта. В принципе, весь наш план от двойного дна он отработал. Кардана сходила к тейку 544, который мы ставили еще на откупе 402. И второй раз мы тоже откупили 402. И в целом от нашей точки откупа можно было заработать 33% без маржи на кардана. На кэш, естественно, мы сходили на ретест пробитого канава. И от входа в позицию можно было заработать в среднем 20% без маржинального плеча. То есть сейчас по кэшу и по кардану я вижу возможную коррекцию всего этого роста. Поэтому любое сейчас определяющее движение покажет все-таки у нас биток. Так. Вайткоин. Вайткоин вчера на удивление показал дамп в 14%. Я не удивлюсь, что Вайткоин попробует сходить к нижней границе проторгуемого канала. А это 50 зоны, зоны 55-58. Поэтому в него пока не лезу. Стохастики RSI показывают на дно. Поэтому надо смотреть. Вот у Элоса наоборот. Мы сейчас находимся возле нижней границы по стохастику. Но допускаю такой вариант с треугольником и с выходом к границе. Ну, даже, наверное, не треугольник. Это что-то наподобие клина. С выходом к верхней границе 38 и к тейку 41. Кстати, тейк 41.60 ювелирно зацепило тот тейк, который мы с вами ставили на откупе в последнем видео. То есть, я считаю, что вариант с Элосом с 36% он отработал идеально. Так. Трон от точки возможного закупа я трон не покупал. Давал 40 аж процентов. Поэтому в следующий раз он вышел все-таки из своего клина. Торгует сейчас выше. Ретест будет, конечно же, в районе 80 там сатош. Поэтому надеемся, что трон ниже 140 сатош не упадет. Ну и рипл. Рипл это, естественно, фавор всего движения, которым мы ставили возможный отскок. И 37% без маржи. Мы забрали два тейка. Я не забрал последний тейк. И остаток стопа висит у меня на отметке 27. Я буду держать рипл, потому что ход в точку 22.50 у меня, в принципе, вполне устраивает. Также в рипле у меня находится всего 3% депо. Поэтому в целом я, возможно, подержу. Так. Ну, наверное, сегодня все. Подытожил биток. Жду возможный сквиз вниз. Возможный сквиз вниз. К отметке 9650, 9580 и отскок 9950. Также сформировался гиб на 30 минутах. Да, вот сейчас вот этим движением 9750. Возможно, как раз-таки гиб приведет нас к отметке 9600. Всем спасибо, друзья.